Ассаламу алейкум рахматуллахи бабракату, братья и сестры мусульмане, приветствую вас на канале Ислам Ворлд. Пять дел равные хаджу. Награду за некоторые дела Всевышний приравнял к вознаграждению за совершение хаджа. Хадж один из пяти столпов ислама, и каждый мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни. Кроме того, есть дела, вознаграждение за которые, подобно тому, которые вы получили бы за совершение хаджа. Но эти дела не заменяют хадж. Первое. Чистота намерений. По преданию, в судный день каждый получит свою книгу деяний, и заглянув в нее, увидит Саваб за хадж, закят и садака. Затем, подумав, скажет, «Наверное, это не моя книга, ведь я не совершал этого». На что Всевышний Творец скажет своему рабу, «Это твоя книга, твоих деяний». Тогда раб Всемогущего и Милосердного скажет Творцу, «О Всевышний, но ведь я не совершал этих деяний». Тогда Аллах скажет, «О раб мой, знаю, что ты этого не делал, но ты имел намерение и говорил при этом, если бы у меня были средства, то я построил бы мечеть, помог бы нуждающимся и отправился бы в хадж. Твои намерения были искренними и были направлены на достижение моего удовольства, поэтому тебе записан за них Саваб. Так, если ты совершил бы их». Второе. Омовение дома. До намаза с Джаматом посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Тот, кто совершит омовение и пойдет в мечеть на обязательный намаз, получит награду хаджия, состояние и храма. Если он совершит духа намаз, он получит награду, равную вознаграждению за умру». Третье. Намаз нафиль. Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Тот, кто совершает утренний намаз в мечети с Джаматом, а затем совершит зикр поминания Аллаха до восхода, после чего совершит два ракета нафиль намаза, получит награду, равную одному хаджу и одной умри». Четвертое. Получать или давать знания в мечети. Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Если кто-либо идет в мечеть для получения знаний или для обучения, получит награду хаджия, чей хадж был совершен». Пятое. Довольство родителей. Как-то один из ахаба спросил у посланника Аллаха, мир ему, «Я хочу служить на пути Аллаха, но ничего не могу сделать». Пророк, мир ему, спросил у него, «Живы ли твои родители?» Он ответил, «Мать жива». Тогда пророк, мир ему, ответил ему следующее, «Тогда не переставай оказывать почет своей матери. Находи пути к ее довольствию. Поступив таким образом, ты получишь такое же вознаграждение, как если бы совершил хадж или умру». Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум.